Даша, привет! Так, прошу прощения, я должен приводить положительный пример, я до сих пор только о плохом. Смотрите, Дарья Лемещук, значит, её отчёт. Вот, Даша, прошу меня извинить, я бы не стал вас. Я недавно нашёл 9 фильмов с вашим участием. То ли они были уже мной выставлены, а дальше память подвела, я забыл. Я звоню Паченко, я звоню Киселёву, не помнят. Это те, кто монтирует. Тогда решился, ещё их выставил, часть уже появилась. Там вы, в качестве моей собеседницы, я нашёл вашу фотографию. Вы сказали, фотография вам это не нравится, вы выглядите усталым. 9 фильмов сняли, будешь усталым. Но, тем не менее, народ должен снять своих героев. Почему? Такие люди нужны стране. Дарья, вы штучное изделие. Я не могу найти другого эпитета. Почему? Всю зиму изучала ваши видеолекции. Доказала первые кости чернки. В 18-м году прорывала яблони, груши, вишни, агрокосы, сливы. По двое брала, где придётся. Поэтому не всё получилось. Видите? Где придётся. Но, в целом, сад заложила. И своё материалы. Этой же зимой у своего старшего ребёнка первокласски решила реализовать проект «Хольный сад». Очень хотелось развернуться масштаба. В феврале прошли собрания в параллели первоклассу. Большинство родителей согласились принять участие. Вот, поняли, почему я назвал её штучным изделием? И вот мы заказали у вас косточки. Вместо урока окружающего мира мы занимались сертификацией косточек. Ребятам понравилось. Так вот, уроки окружающего мира, а это и должна быть. Почему не уволили вашего учителя, как он называется, биолога? Почему не уволили? Вы должны были изучать окружающий мир. Но как изучать? Сукаской? А? Повторять что-то из этого, из школьного учебника? Там одна дурь. Мы занимались сертификацией косточек. Ребятам понравилось. Видите? В начале мая мы все дружно вышли на посадку. Надо отметить, полтора, девяносто пять процентов были наклюнувшимися. Только вишня поменьше. Ну, как? Ну, правильно, косточки-то, железовские. Вот. Другие же как? У меня было пару случаев. У меня ничего не взошло. Вы прислали, порчили, вы прислали сухие, вы прислали многолетние еще. Ну, таких, правда, набегает в год не больше двух. Высаживали на привезенную землю. Заметьте. Привезенную землю. Еще раз. На привезенную, которую заранее на целину. Час-кола. Все ребята были в восторге. Вот это самое, вот ради этого. Я ради этого живу. Даша ради этого живет. Схожесть была удивительная. У детей рука легкая оказалась. Было решено, что посмотрим, как перезимует первый год, потом рассадим. До зимовки мы потеряли полыну сада. Трактор выкосил подчистую в сторону свисты сливы. Ну, это страна такая. В итоге у нас остались абрикосы, яблони и очень немного маленьких груш. Кстати, груши, не обижайтесь. Хенца, груш, первый год. Кривые, корявые. И дай бог, если они чаще всего не длиннее этого. Карадаша. Вот. Весной мы встретили без потерь. О, уже этот год. Теперь. Завезите ягузелли, рассадили густо посаженные абрикосы и часть яблони. Процесс идет. Пересаживали по науке. Тут не надо, не по науке. Наука об этом даже не догадывается. Вот. То, что вы делаете, наука даже не догадывается. На данный момент. Ставили маркером точку с южной стороны и на границе земля воздух. Та-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Но уже одно то, что они выжили, уже радость. Зима была эта мягкая, сегодня теперь много снега, первая как переживут, весна покажет. Ну что, единственная школа на всю Россию, а? Валерий Рефрико. Дорогой нашим этот самый, министр, которого есть шанс, который соображает, по крайней мере, какие дети, какие дети. Валерий Рефрико.